Пять выводов из книги «Трансформатор-3». В чем сила, бро? В чем сила, бро? В правде же? Добро пожаловать на разбор книги «Трансформатор-3». В чем сила, бро? В нем много ценной информации, ведь Дмитрий Портнягин рассказывает о своем опыте и ошибках, через год после выхода предыдущей книги. А как известно, лучше учиться на чужих ошибках, согласен. Тогда держи эти пять крутых выводов и не забудь о задании для чемпиона в конце. Большая проблема современного предпринимателя – это взгляд на продукт. Одни считают, что бизнес – это продажи, другие – сбор команды и подсчет маржи. Но мало кто задумывается о том, какие эмоции у потребителя вызывают их продукт. И о том, сколько он готов будет за него заплатить. Если ты об этом позаботишься сейчас, тебя будет ждать успех. Роль эмоций в бизнесе гораздо важнее, чем кажется. Будь самым требовательным клиентом. Залог успеха крупных компаний – это качественный продукт и хорошее обслуживание. Но как сделать их такими? Дмитрий Портнягин предлагает примерить, на себя роль клиента и купить что-то у самого себя. То есть позвонить, заказать товар, оплатить, дождаться доставки и искать слабые места. Если они найдутся, нужно как можно скорее их исправить. То же самое можно делать с конкурентами. Закажи у них что-либо и сравни со своим обслуживанием. Затем бери себе их лучшие фишки и радуйся прибыли. Круто! Избегая подхода, потрещали, разбежались. Дмитрий пишет, что в каждой деловой встрече должна быть цель и результаты. Для этого со своими будущими партнерами он проводит всего три встречи по следующему сценарию – обсуждение и синхронизация. Достижение понимания друг друга, подготовка продукта и детальное обсуждение дальнейшей работы, запуск и окончательные договоренности. Но, как оказалось, только три встречи. Это не всегда полезно. Почему? Об этом в следующем выводе. Антикейс в клубе «Трансформатор». Как все рушилось и почему? Основная причина закрытия клуба – это полная свобода действий и дела, которые пошли на самотек. У Дмитрия Портнягина были партнеры, которые его на, мягко говоря, обманывали. Ошибки – это нормально. Но случилось бы это, если бы партнеры проверялись лучше. Маловероятно. Три встречи для крупного проекта – это слишком мало. Старайся получше узнать людей, с которыми собираешься сотрудничать. Гибкий график не означает, что нет контроля. Сейчас много внимания уделяется комфорту сотрудников. Многие перешли на удаленку, но если правильно контролировать процесс работы, не будет никаких трудностей. Для этой цели в книге «Трансформатор 3» советуются Трелло и Скрам. Скрам – это метод дистанционного и не только управления проектами. Если хочешь узнать о нем подробнее, поищи информацию в интернете. Иначе этот разбор превратится в огромный конспект. А Трелло – приложение для управления работой небольших групп людей. В нем ты можешь посмотреть в режиме реального времени то, какие задачи выполняет каждый из сотрудников. На самом деле в интернете методов контроля удаленной работы огромное множество. Подбери для себя самый удобный.